Для сочинского симфонического оркестра наступают новые времена, заявили худрук и руководство курорта. Впервые за пульт местного оркестра Антон Лубченков стал в январе этого года. С тех пор многого добились, в том числе решили кадровый голод. У нас работает пара даже из Кёльна. Это музыканты, которые несколько лет работали в Кёльнском симфоническом оркестре. В Кёльнском симфоническом оркестре входит число лучших оркестров Германии. Это первый дубоист, супруга фаготист. Вот они приехали теперь, сменили свое место жительства на Сочи. Я считаю это достаточно серьезным решением о том, что симфонический оркестр теперь будет чаще выступать именно на сцене Зимнего театра. Следующий сезон для нас станет освоением и репертуара. Программа, которую готовит к открытию нового сезона руководитель оркестра Антон Лубченко, ранее в Сочи не исполнялась. Но сочинский слушатель уже готов к такому уровню классической музыки. Мне тоже очень отрадно было слышать отзывы после концерта в Зимнем театре о том, что у нас совершенно новый оркестр. Это такая программа, которая практически не исполнялась никогда в Сочи. И я думала, что нас много ждет очень новинок, шедевров классики, которых мы еще с вами не слышали. С именем Антона Владимировича Лубченко мы связываем очень большие перспективы развития нашего культурного пространства города Сочи. За три года это не бывало, это просто вот такой апассионарный взрыв, я бы сказала, в среде наших зрительских аудиторий. Разве это не так? Я никогда не видела такое количество людей, стоящих в очереди от касс летнего театра до курортного проспекта. Играть симфоническим оркестром будут как российские знаменитости, так и музыканты с международным именем. Планируются и гастроли. В новом сезоне оркестр дважды выступит в Москве.